Саргас, я хочу стать крестным. Я, правда, еще не крещен, но меня очень просят мои друзья, я думаю, покреститься и стать крестным для их сына. Это ведь небольшая проблема, это ведь не налагает на меня никаких обязательств. Всем привет, с вами Саргас. Съездив первый раз в Украину, я узнал, что такое кум, кума, крестный, крестная. В моем окружении как-то такое не было никогда распространено, но оказывается в некоторых регионах, в некоторых странах очень активно используется там крестный отец, термин крестный отец, крестная мать, кум. Кум это, по-моему, крестный отец вашего ребенка, что-то такое. Я об этом вообще ничего не знал, а узнав, изучил вопрос и был в ужасе. То есть люди, чтобы как-то, ну, типа породниться с кем-то из своих близких, друзей, приятелей, не очень близких, крестят детей друг к другу, к примеру, и становятся крестными родителями этих детей. И воспринимают это очень и очень легко, и порой очень и очень безответственно. Но на самом деле они таким образом в глазах Эгрегора заключают магический контракт на то, что будут беспокоиться о благополучии этого ребенка, что будут о нем заботиться, что в случае чего возьмут полную ответственность за его судьбу и дальнейшую жизнь. И, насколько я успел заметить, в лучшем случае такие люди, ну, берут на себя какие-то обязательства, если родители погибают. Ну, к счастью, это не такое распространенное явление, и они, ну, как бы в голове держат, что вот если там кто-то из их друзей погибнет, я заберу там их детей к себе. Хотя это, по-моему, довольно серьезное решение, особенно если у вас нет каких-то широких финансовых возможностей. Но многие люди вообще воспринимают это легко, типа, что да, там есть у меня крестный ребенок, я не видел его 15 лет. Но это то же самое, что с венчанием. То есть, когда вы регистрируете брак, вы, ну, никому ничего, по сути, не должны. Как женился, так и развелся. А когда вы венчаетесь, вы клянетесь в верности перед лицом эгрегора. И клянетесь в партнерских взаимоотношениях. То же самое, когда вы становитесь кому-то крестным родителем, вы клянетесь перед лицом эгрегора быть для этого человека родителем, по сути. Пусть на вас не столько ответственности, сколько на самих родителях, но если они болеют, безответственные, может быть, алкоголики, то, по сути, вы должны детей обувать, одевать, отправлять в учебное заведение, лечить, кормить, поить, создавать условия для дальнейшей жизни, беспокоиться об их благополучии, воспитывать. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из присутствующих мыслит именно такими категориями. И напишите, кто считает, что это полная ерунда, и вот сейчас у него возникли серьезные проблемы, потому что он об этом задумался. Кстати, о проблемах. Разумеется, любой эгрегор, особенно религиозный, крайне плохо относится к тому, что человек нарушает данное обещание. Особенно, если это обещание подкреплено магическим контрактом, которым является венчание, это серьезный ритуал, крещение, это тоже очень серьезный ритуал. И отхватывает такой человек, как правило, по полной. А потому, если вы являетесь кому-то крестным, серьезно задумайтесь над тем, не возникало ли в вашей жизни необъяснимых проблем, и не могло ли это быть связано с тем, что вы хреновый крестный родитель. И наоборот, если вы собираетесь с каким-то не очень ответственным человеком, таким образом, породниться, а не думаете ли вы, что вашему ребенку, может быть, ну, нужен кто-то получше? Или для вас это вообще полная ерунда, а как для людей, которые друг друга проклинают, и им нормально? В общем, подумайте, пожалуйста, и относитесь к этому гораздо более ответственно. С вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал. Если хотите узнать еще больше о магических тонкостях, вступайте в мою школу практической светлой магии, и если вам нужно, обращайтесь за магической помощью. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»